Здравствуйте дорогие телезрители, в эфире программа репортера, я и ведущий Алексей Коноплёв. Смотрите сегодня. 13 жертв одной жуткой аварии. В результате этой трагедии 13 человек погибло и 3 получили ранение. Следователи выясняют причины страшной автокатастрофы под Самарой. Кто виноват в роковом маневре пассажирского автобуса и, что говорят, выжившие жуткие и эксклюзивные кадры с места ДТП. Обратно в 90-е. В Самаре убит владелец крупной сети алкогольных магазинов Олег Дергилёв. Как расправились с предпринимателем и кого уже подозревают в громком и дерзком преступлении. Красиво жить не запретишь. Будет касаться, как и странно, истории китайского костюма и нефрита. Александр Васильев вынес модный приговор молодым дизайнерам. Чем удивили 13-е паузские сезоны и сколько каблуков сломали модели, репортер следил за дефиле. Жуткое ДТП произошло на трассе неподалеку от поселка Большая Черниговка. Посреди ночи огромная фура подмяла под себя микроавтобус до отказа, набитый пассажирами. Сдетонировали газовые баллоны. 12 человек погибло на месте, еще один скончался в больнице. До сих пор эксперты не могут опознать все тела. Репортер побывал на месте аварии и попытался выяснить, что могло стать причиной страшной трагедии. Врачи Большой Черниговской районной больницы уже второй день только об этой аварии и говорят. Пережить такой ужас ни одному человеку не по силу, а к ним доставили сразу трех счастливчиков. Еще пару часов назад автомобили, в которых они находились, влетели друг в друга на огромной скорости. Ситуация на грани жизни и смерти, а они будто в рубашках родились. Изуродованных, обожженных, но все же живых их доставили к воротам ближайшей больницы. Бригада медиков провела около раненых более 15 часов. На настоящий момент находятся три больных после данного ДТП. Два водителя с двух автомобилей и один пассажир. Состояние двух водителей пока средней тяжести, опасения не вызывают. Тяжелым остается пассажир. Выживший водитель грузовика Анатолий Ерманов ту страшную ночь вспоминает с ужасом. Он за рулем уже более 30 лет, но такого не видел никогда. У меня старше с 1986 года. Еще ни одной аварии не было. Трагедия произошла около полуночи. Анатолий ехал в сторону Казахстана. Внезапно на дороге он заметил микроавтобус. Он часто перестраивался из полосы в полосу, хотя обгонять было некого. Когда же фургон поравнялся с огромным грузовиком, то снова вылетел на стречку. Уйти от удара было невозможно. После столкновения огромную фуру начало заносить, и грузовик рухнул в кювет. Следом за ним туда же выбросило микроавтобус. Буквально метров, наверное, за 30, даже, может, поменьше, он резко пошел на мою полосу. Почти что поперед произошел удар. Гражданин Узбекистана. Перевозя 14 пассажиров, тоже граждан Узбекистана, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовиком «Мерседес», который следовал со стороны Казахстана. Потерявшие сознание, но еще живые пассажиры фургона оказались запертыми в смертельной ловушке. Через пару минут после аварии микроавтобус загорелся. Стало понятно, что произошедшее ДТП еще не самое страшное. Я очнулся, окно разбитое, слышу трава здесь. Ничего не видно, кровью залило лицо. Кабину оторвало. Очнулся, увидел, что этот микроавтобус загорается. Из-за возгорания в микроавтобусе рванули газовые баллоны. Маленький фургон вспыхнул словно спичка. Уйти от огня смогли только водитель и один пассажир. Всем остальным не удалось выбрать на свободу. Спасти их хотел и выживший водитель грузовика, но подойти к пылающей машине он не смог. В результате этой трагедии 13 человек погибло и 3 получили ранение. Как позже выяснится, виновник страшной аварии со смертью играл не впервые. Мужчина любил погонять по встречной полоте на своем микроавтобусе, за что только в этом году получил 14 штрафов. На этот же раз что-то пошло не так. Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Я так думаю, что он просто-напросто уснул. Может, там колесо взорвалось, он пытался его выпрямить или что, не знаю. Сейчас как скажешь. Выживший водитель грузовика надеется, что вспоминать ту страшную ночь ему больше не придется. А вот правоохранители еще долго будут разбираться в причинах аварии. Все, что осталось от изувеченных автомобилей, уже отправлено на техническую экспертизу. Определить придется личность всех 13 погибших. Пока удалось опознать всего три тела. На прошлой неделе Самару потрясло убийство известного политика и влиятельного бизнесмена Олега Дергилева. Следователи уже задержали подозреваемого. Наручники надели на водителя Дергилева, который был с ним в тот роковой день. Мужчину сначала допросили как свидетеля, но он показался полицейским неубедительным. И на всякий случай его оставили под арестом до выяснения обстоятельств. В четверг автомобиль бизнесмена остановили неизвестные. Дергилева затащили в лес около станции Козелки. А его шофера связали и закрыли в багажнике. Следователи полагают, что предприниматели вытащили из автомобиля, положили на землю и расстреляли. Спустя несколько дней среди осенней листовой грязи следователи обнаружили первые улики. Причастность водителя подтверждается проведенными экспертизами. Даже скорее не его причастность к совершению преступления, а возможная причастность к совершению преступления, потому что он очень много несостыковок. Свидетели устанавливаются. В настоящее время свидетели есть, с ним проводятся работы. Водителю каким-то образом удалось выбраться из багажника, после чего он сообщил в полицию. В субботу с Дергилевым пришли прощаться сотни людей. Пока следователи склоняются к тому, что убийство бизнесмена имело заказной характер. Репортер следит за развитием событий. И по телу Новый Буян творятся странные вещи. Некоторые жители и даже власти не в курсе того, что буквально у них под носом разворачивается настоящая экологическая катастрофа. На берег одного из водоемов массово выбросилась рыба. Лещи и караси гниют на суше уже несколько дней. Репортер пытается узнать причину мора. Этот чудный осенний лес – место массовой гибели. От приятной картинки веет, мягко говоря, неприятным запашком. Вместо живописного берега – кладбище небольших окуней, карасей и красноперок. Вода кишит рыбой, которая лежит вверх брюхом. Местные жители хватаются за голову. Такое они уже где-то видели. Где-то года два назад тут трактором, прям ковшом выгребали эту рыбу, вывозили. Вонь на асфальте стояла ужасная, проезжая мимо в Красный Яр даже. Очистили вроде как тут. Тут вроде комиссия какая-то на спиртзавод была, потому что очистные у них там что-то не то, не нормальное, не то что. В апреле месяце был проведен круглый стул общественный палат, куда вызывался Новобоянский спиртзавод. Приезжал главный инженер этого завода, клятвенно утверждал, что очистные у них работают. Но тем не менее, у них получается так. Значит, если назначается проверка, согласно 294 статье федерального закона о проверках, значит, обязаны предупредить за три дня, естественно, за три дня наводится марафет, начинает работать у них там заводушка по высушиванию барды и брикетированию ее. Он никогда не работает, он работает только, когда приезжает комиссия. В остальном барды выливаются на поля, в пруды, куда угодно, в леса. Кто виноват в этот раз в массовой гибели обитателей водоема, неизвестно. Но в Буяне нелегко существовать оказывается не только рыбе, но и людям. Только в личной беседе жители признаются – здесь творится неладное. Они болеют астмой и страдают легочными заболеваниями. Вот, мы буквально закрываем, но не каждыми днями. А когда они скидывают вот это вот все? Раньше этого не было. На самом спиртзаводе гостям не рады. Съемочную группу репортера на территорию не пустили и сразу предупредили. Будут стрелять. А с администрацией можно поговорить? Нет, никого нет. Почему? Все уехали. Пошлите. Мнения жителей разделились. Не все грешат на завод. Есть еще одна версия. Рыбу могли убить конкурирующие компании. Николаевский пруд, в котором массово погибли пресноводные, единственный доступный для массовой рыбалки. Проще говоря, он бесплатный. Вредят, что ли, может, друг другу-то. Кто? Ну кто? Тут же частные пруды-то. Да, в округе тут. В округе-то частные пруды. Не пускаются ловить рыбу. В районной администрации о проблеме с неприятным ароматом узнают от репортера. Обещают разобраться, когда руки дойдут. И объясняют, в массовой гибели несчастных мальков нет ничего удивительного. Оказывается, проблема намного серьезнее, чем кажется. Рыбы и так чудом выживают в гремучей смеси. У нас такая ситуация. Вот эти пруды Николаевские, в него идут стоки от промышленных предприятий, которые находятся в Новобояне. Это вот наш Новобоянский спиртзавод, потом наше коммунальное хозяйство, потом ферма Сладкодаров и еще ферма, которая производит переработку вот этого сырья, спиртового сырья. И от них тоже стоки идут сюда, в эту речушку, Боянку, и подают вот этот пруд. Глава поселения признается, что очистные сооружения давно пришли в негодность, но деньги на их восстановление пока не поступили. Так что следующему поколению рыб придется надеяться на скорое финансирование и, возможно, внезапные проверки. Александр Васильев провел в Самаре выходные и остался в культурном шоке от жительниц нашего города. Кутюрье приехал судить коллекции поволжских сезонов. Они в этом году получились очень таинственными и загадочными. Репортер вникал в суть провинциальной моды. За кулисами показа очень шумно, модно и, главное, эксклюзивно. Женский рай. Тут три зала с одеждой, сшитой вручную и в единственном экземпляре. Дизайнеры крутят моделями, как могут, ставят их на колени и устраивают на голове творческий беспорядок. О, давай стул, стул. Давай, давай здесь. Если кто-то не выдумал головной убор, то его кутюрье готовы сделать из подручных средств, чем не героиня гоголевских вечеров на хуторе. Хотя у модельеров свой взгляд на трактовку истории. Им можно. Девушки творческие. Все должно быть безупречно. Все-таки в зале сам Александр Васильев. Ему и выносить модный приговор. Из 50 коллекций в финал пройдут только 27. Знаменитый историк моды, как всегда, очень улыбчив и невероятно элегантен. Он ведет себя раскованно. Просит коллегу по творческому цеху сфотографировать его прямо на пресс-конференции. Васильев отвечает на вопросы журналистов и с вдохновением рассказывает про новый проект, который делает за рубежом с одним из членов жюри по волжских сезонов. Будет касаться, как ни странно, истории китайского костюма и нефрита. И резьбы по камню. И они хотят провести аналогии в вышивках, в цветовой гамме. После общения он судит, выбирает и остается доволен показом. Значит, в финале будет достойная борьба. На следующий вечер кутюрье блистает в свете софитов Самарского оперного театра. Модники и модницы не отпускают его со сцены несколько минут. Первые ряды даже успевают разглядеть интересные детали костюма кутюрье. В этом году Васильев удивляет всех орденом на лацкане пиджака. Своим необычным образом он настраивает дизайнеров на смелые модели. И таких немало. В этом году конструкторы и инженеры одежды предлагают дамам большие универсальные куртки. В таких можно идти в экспедицию на север. Можно одеть на человека и 42-го, и 46-го размера вполне. То есть вещи такие можно одеть любым людям. В самой востребованной номинации костюм «Реальность» побеждает коллекция из Новокуйбышевска. «Ускользающий неон» стал трендом этого года. В таких нарядах дизайнер предлагает ходить дамам, к примеру, на работу. Правда, далеко не все готовы сочетать ультрамариновые цвета. Мне было, конечно, что не понравилось. Ну, немножечко не к месту, немножечко не в нашу поседневную жизнь, наверное. Не везде это можно применить, не всегда это можно одеть. Наверное, это не понравилось. Хотелось более прибеженно к реальной ситуации в жизни. Гран-при получила коллекция из Оренбурга с народным названием «Богатыри». Васильев предложил ее создательницам подумать в том же направлении. Так что скоро в шоурумах появятся ультрамодные джинсы и аксессуары под кольчугу. А тем, кто не захочет тратиться на дизайнерские наряды, можно перечитать историю и придумать фишку для следующего показа. Тем более, что до него еще целых три сезона. На сегодня у меня все. Берегите себя. Увидимся завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова